Всем привет! С вами Юрий, канал Диваны Футбол. Сегодня давайте поговорим о Барселоне. Вот прошло 5 туров Лиги Чемпионов. Прошло какое-то количество матчей в Лалеге. Барса уже вылетела из Лиги Чемпионов. Это уже точно. Не проиграли последний матч Баварии. Дома 0-3 на Камп Ноу. Проиграли позорно, без шансов особо. И давайте вспомним, как все начиналось. Начиналось все очень так красочно. Куча трансферов. Переход Левандовский. Куча слухов о том, что Барселона может себе вернуть былую славу. Куча слухов о том, что Барселона вот-вот может замахнуться на Лигу Чемпионов. Что они должны брать обязательно Лигу. Что у Мадридского Реала хуже намного состава. Что Робот Левандовский вообще может получить золотой мяч в этой Барселоне. И так далее. И как все начиналось? В первом туре, по-моему, они сыграли... Срая Валикана? Да, они сыграли Срая Валикана, по-моему. Я точно не смотрел, но так по памяти называю. Сыграли мячейку такую неубедительную. Достойно в том матче смотрелась команда. Достойно смотрелся Роберт Левандовский. Но была такая осечка. И у многих был такой шок. И все думают, и что? И это все? Вот это вот Барселона хваленая, которая сейчас будет выигрывать Лигу Чемпионов. Но потом Хави довольно быстро все настроил. Особенно в Ла Лиге. И матч за матчем Барселона умудрялась выигрывать. Крупно выигрывать. И мало того, что крупно, красиво выигрывать. Очень мне понравилась работа Хави как психолога. Особенно с Дембеле. Дембеле, но не так же уже не секрет, что Дембеле это человек, которым трудно управлять. Это человек, который похож на Балателли, на всех этих футболистов, у которых, ну, чего там греха таить? Ветер в голове. И Хави достаточно хорошо и быстро внушил ему, что нужно работать, что нужно работать на команду. И бла-бла-бла. И что мы видим? Мы видим крупные победы. Мы видим красивые атаки, контратаки, комбинации. Естественно, мы видим завершение этих атак в лице Робальта Левандовски. Да и сам Дембеле забивал красивые голды. В общем, Барселона вся цвела и пахла. И первый матч, самый первый сложный матч в Лиге чемпионов против Мюнхенской Баварии на выезде в Мюнхене, Барселона достаточно уверенно и мощно провела. Они хоть и проиграли 2-0, но те, кто помнят, те, кто видел этот матч, вы же понимаете, о чем я говорю. Это было видно. Там были моменты. И там был вообще первый тайм такой, что Бавария много чего, ну, простила Барса. То есть, там могла быть ситуация совершенно другая по счету. Получилось то, что получилось. Барселона в результате одержала выездное поражение, а Бавария, естественно, 3 очка взяла и показала, кто в группе будет хозяин. Дальше. Дальше был сложный матч в Милане, где, ну, я не хочу сейчас разбирать. Ну, да, частично я согласен, что засудили там Барсу. Потом был матч в Эль-Классико против Мадридского Реала, где Мадридский Реал выиграл 3-1. Но, в принципе, игра у Барселоны была такая, ну, достойно. Достойно там, когда был счет 2-1, Барса имела возможность его сравнять. Это уже были последние минуты второго тайма. И, мало ли, как бы все повернулось. То есть, достойно Барселона все равно выглядела, не зря на то, что они 3-1 проигрывали и проиграли. Потом был матч на Камп Ноу с Интером 3-3. Он у меня не укладывается абсолютно в голове, так как я-то люблю Миланский Интер, но я понимаю возможности, я понимаю форму этой команды. Если так позволять Миланскому Интеру забивать у себя дома 3 мяча, ну, о чем тогда дальше говорить? И вы же видели тот матч. Барселона спасалась, спасалась на последних минутах. Это не то, что они там выигрывали 3-0 и Интер там как-то забил пенальти, потом как-то с углового забил и какого-то еще дурачка на контратаке вкатил. Нет, нет, Барселона отбивалась. Отбилась благодаря тому же самому Роберту Ливандовске. И последний камень, это был камень в матче на Камп Ноу с Баварией. Вроде как Барселона должна была играть у себя дома, Барселона должна была выдать результат получше, чем в Мюнхене, а получилось все наоборот. Ведь тогда в Мюнхене, ну, это мое личное мнение, игроки поувереннее себя чувствовали, они были окрыленные. А вчера они уже были, ну, вчера это я имею в виду в матче на Камп Ноу, они уже были такие деморализованные. И это, конечно, не очень все хорошо. Хави, я считаю, что пока он как психолог справляется. Он поставил на место мозги тому же самому Дембеле. Он как психолог старается, он справляется. Но у Хави нету достаточного опыта. Он, это, в принципе, его такой первый серьезный вызов. Сразу и первый серьезный вызов. Да, у некоторых тренеров такое прокатывало, как у Зидана. Но у Хави такое не прокатило. Поэтому надо смотреть дальше, что будет в этом сезоне. Надо сцепить зубы, постараться выиграть Ла Лигу. Это будет сложно с таким мадридским револом стабильным. И постараться, конечно, выиграть Лигу Европы. Ну, даже без Лиги Европы нужно все силы бросить на Ла Лигу. И вот этими победами разбить эту деморализованность футболистов. Чтобы все это осталось в прошлом, как какой-то такой негативный и неуспешный опыт. В другом случае, если у Хави и это не получится, Хави нужно уходить, находить себе какую-то команду попроще. И тренироваться, ну, становиться тренером с более примитивными командами. А сюда нужно приглашать того, кто очень, ну, сравнительно, очень быстро сделает положительный результат. Поэтому я желаю в Барселоне всего самого хорошего. Ой, я всегда симпатизирую этому клубу. И мне жаль фанов этого клуба. Они давным-давно ждут какого-то чуда, какого-то триумфа. А этого чуда нет и нет. Поэтому на этом все. С вами был Юрий, канал Диванный Футбол. Напоминаю вам лайкать, комментировать, подписываться. А также делиться этим видео с друзьями, знакомыми, которые увлекаются футболом. Поэтому до новых встреч. И самое главное, любите футбол.